Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами Ирина Кузина и это программа «Прямой эфир». А сегодня у нас в студии ветврач-дерматолог-эндокринолог Анастасия Васильевна Малкина и врач-реабилитолог Яна Станиславна Цветкова. Тема нашей программы – передовой подход к лечению животных в современных условиях. Уважаемые гости, я очень рада приветствовать вас в программе «Прямой эфир». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте начнем нашу программу с житейской ситуации. Вот я обратила внимание, что у моей любимой собаки, например, испортилось настроение, питомец стал вялым, апатичным. Иногда нам кажется, что пройдет немного времени и он войдет в прежнее состояние, но, возможно, у него может быть травма, о которой я даже и не догадываюсь. Вот что в таких случаях нужно делать нам, жителям Тверской области? Кому обращаться? Ну, как правило, в первую очередь владельцы обращаются, ну, первичные врачи – это терапевты. Терапевт изначально осматривает животное. Если что-то его беспокоит, скажем, по болевым ощущениям конкретно, где-то хромота, где-то повреждения конечностей позвоночника и других конечностей, да. Соответственно, большую часть мы всегда отправляем к узким специалистам, да, то есть это травматологи-ортопеды, ну, либо, на крайний случай, это хирурги. Там дальше уже по мере возможности они разбираются. Это что касается травмы. Если взять, что животное не кушает, совсем прям вялый, да, то есть здесь всегда в первую очередь мы точно так же, как и у людей, сдаем общеклинический анализ крови и биохимический. Уже оттуда мы по готовности отталкиваемся и смотрим, что у нас там, либо в эндокринологию уходит, либо в терапию, либо заболевание почек, да. И в самую первую очередь мы всегда пытаемся на приеме сделать какую-то первую помощь, да, то есть обезболить, убрать, если есть рвот, обвести препараты. Вот, ну, а дальше уже все как у людей. Все травмы, то есть которые точно так же лечат и травматологи, и хирурги. Ну, и вот Яна Станиславовна у нас ребиолетолог, извиняюсь, да. Вот, то есть после ортопедов и хирургов это самый главный врач. Расскажите о своем направлении работы. Ну, в первую очередь реабилитация включает себя как улучшить качество жизни пациента после различных травм, заболеваний нервной системы, да. Мы помогаем животному не только встать на ноги, но и также, чтобы его дальнейшее существование было легче. Естественно, все зависит не только от меня, но также от владельцев, которые должны подходить внимательно к этому вопросу, если они любят своих животных. Сколько в среднем требуется времени на реабилитацию, я, конечно, говорю, в зависимости от случаев? Конечно, все случаи абсолютно индивидуальные. Мы должны полностью собрать анамнез животного, какие хирургические вмешательства были и, в принципе, как сейчас ведет себя животное и что оно сейчас ощущает. Это может быть две недели, три, а может быть и доходить до полугода. Как правило, проблемы с позвоночником и перенесенные операции примерно занимают месяца-три реабилитации. Это, естественно, домашние тренировки и также посещение нашего зала и занятий. Что вы делаете в зале с питомцами? Опять же, все зависит от случаев, что происходит конкретно каких-то. Это беговая дорожка, это занятия на различных тренажерах, массажи. Массажи нужны обязательно. Для кого-то нужны активные занятия, для кого-то более пассивные. Все сугубо индивидуально. Вот мы говорили о кожных заболеваниях и эндокринных проблемах. Насколько мне известно, эти позиции являются наиболее распространенными, да, на сегодняшний день? Да, среди моих пациентов очень много животных, которые страдают аллергическими реакциями. То есть это, ну скажем, больше процент занимает атопический дерматит, да, ну банальный блошиный дерматит. То есть он практически не имеет сезонности. То есть он круглогодичный, потому что блохи – это тот вид насекомых, которые питаются кровью. То есть, естественно, слюна блошиная вызывает у животных аллергическую реакцию. Да и, впрочем, так же, как и у людей, да. Владельцы, скажем так, всегда относятся, ну, скептически к дерматологам. Ну и вообще, в принципе, наверное, потому что это как-то не очень распространено. Ветеринарии, узкие специализации. То есть люди привыкли к тому, что у нас есть один врач, он нам все вылечит, да. То есть на самом деле все не так. То есть терапевты охватывают очень большой спектр лечения. Дерматологи, эндокринологи, то есть учат все скрупулезно. То есть мы все свои манипуляции, начиная со скобов и заканчивая гистологических исследований, делаем все дотошно. То есть каждый наш шаг мы всем своим владельцам рассказываем, да. Потому что если что-то где-то мы упускаем, наша цепочка в лечении прерывается. Лечение, как правило, таких дерматологических пациентов всегда очень длительное. И всегда говорю, это неизлечимо. То есть, ну, к сожалению, да, мои пациенты неизлечимы. И в плане дерматологии, эндокринологии они входят всегда только в ремиссию. То есть я своим пациентам, ну, грубо говоря, облегчаю жизнь. То есть, соответственно, облегчаю жизнь в плане зуда, да. То есть улучшается качество жизни, улучшается качество шерсти, кожи, да. То есть вот в эндокринологии точно так же улучшаем качество жизни животного, ну и в первую очередь владельца. Ну, как правило, все длительно. Надо ли периодически посещать ветеринарную клинику, обращаться к специалистам? Всегда говорю, что да, у нас животные в первую очередь являются переносчиками заболеваний для человека, да. И, соответственно, ну вот очень такой больной у меня вопрос, когда я спрашиваю. Обрабатываете вы животных от гельминтов и блох? То есть блохи – это самое первое. Либо эктопаразиты, да. То есть эктопаразиты – это различные виды клещей микроскопические, которые мы визуально можем и не видеть. Ну и, соответственно, самые главные клещи иксодовые, которые переносят смертельные заболевания и для человека, и для животных, у каждого свое. И всегда владельцам не говорят, а у нас нет блох. Я вас не понимаю. И вот я начинаю объяснять, что такое блошинный дерматит. То есть что, почему ваши животные чешутся. И когда мы делаем банальные обработки каплями определенного вида, да, потому что при блошинном дерматите действует только в основном то вещество, которое находится в каплях, либо в таблетках от этих паразитов. И буквально через 7-14 дней приходит и говорит, аллилуйя, мы не чешемся, представляете, а оказывается, это действительно. И всегда говорю, что блохи плюс еще являются переносчиками гельминтов. И, соответственно, все эти обработки являются, как полагается, должны проводиться. То есть поэтому от этого, ну, это самые банальности. А вот еще один вопрос у меня возник. Какие виды операции сейчас делают в клинике? Ну, достаточно, скажем, мы уже глубоко шагнули, ну, в плане, если брать рутинные, это стерилизация, да, животных, кастрация. Это тоже всегда говорим о том, что нужно это делать, если нету каких-то определенных, там, таких, ну, если не вязки, допустим, да, не разводится животный. Качество жизни тоже улучшается, потому что если брать самцов, это различные опухоли предстательных желез, да. А если брать самок, это самое первое, что пиометра, воспаление матки. Еще у нас делаются операции, ну, как дерматолог, да, я освоила операцию на ушах, да, то есть это тоже очень больная тема, отиты. То есть отиты, сразу скажу, что лечат дерматологи. Терапевты не лечат, хирурги не лечат, лечат дерматологи. И отит это самое, наверное, после блошиного дерматита вторая проблема. То есть животные, ну, капают в уши, вроде бы и закапали капли, да, а так как, опять же, нету специализации, все это потом выливается в опухоли наружного слухового прохода. То есть, ну, соответственно, это приходится удалять. Ну, операция эта тоже у нас делается. Ну, в принципе, хирурги у нас завороты делают. То есть, ну... То есть широкий спектр. Широкий спектр, да. Есть и уретростомия, которая для котов очень важна. То есть это непроходимость мочевого... Мочи, да, то есть задержка острая мочи. Вот. Ну, в принципе, все, что экстренно, да, какие-то там раны глубокие зашить, дренажи, то есть это все мы, в принципе, делаем. Занимаетесь ли вопросами восстановления здоровья после операции? Конечно. Занимаемся. Это вот у нас, да, Яна Станиславовна занимается. Да, помимо реабилитации я занимаюсь животными в стационаре, которые находятся как раз-таки как после хирургии, так и на обычном лечении, когда владельцы не могут справляться со своими животными. В принципе, самое главное, чтобы после операции животное вышло из наркоза, встало на свои четыре лапки, начала кушать, полноценно жить, и тогда мы его уже отправляем домой. Довольны мы счастливы. Ну что же, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, так интересно рассказали о наших питомцах. Спасибо вам. И вам спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Это была программа «Прямой эфир». Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова